Там побольше дамажат, поменьше дизейблят или наоборот И все-все-все это в общей сложности имеет огромное значение И попробуй профессионально, поиграй Научились же, научились, играют, играют И вот сейчас в финале Старладера Ребята топ-4 уже как минимум Так, сразу вычеркивают Свена В ответ Фнатик банят зомби и Дарксира Ну, тут вопрос сейчас в том, забанят ли Виспа какого-то Виспа очень часто стали пикать Очень такой юзабельный герой И Эмпайр очень часто банят Темпларку Ну, должны как-то... Фнатик вчера в своей игре против Виртусов Показали, что они имеют свои заготовки, свои стратегии И сейчас Фнатик могут также против Эмпайр что-то заготовить и чем-то удивить Вимперцы должны быть к этому готовы И может быть они сами тоже что-то заготовили Может быть тоже чего-то покажут Но мне почему-то кажется, что они по стандарту опять будут по своему обычному играть Но против Фнатик, как показывает практика, иногда это не срабатывает Виртуса первый свой гейм проиграли в ноль Второй гейм выиграли в ноль А третий гейм снова проиграли Ну, не в ноль, конечно, была ожесточенная борьба Но все-таки проиграли Посмотрите, Бэтрайдера просто на Бэтрайдера болт вложили Эмпайр банят Баунтихантера вторым баном И остается в пуле Бэтрайдер, Висп и товарищ Магнус То есть сейчас Эмпайр могут забрать Магнуса и Бэтрайдера Но сделают ли они так? Да, забирают Бэтрайдера Да по идее, что тут думать? Ведь это лучшие герои Почему, почему, почему вот так вот Как кто-то могло так поменяться кардинально Никса забирают Бэтрайдера и Никса Носорога Магнуса не берут Как ни странно, но не пикают Как ни странно, но не пикают Как ни странно, но не пикают Так, Кэлс Найт, Лондруид, Висп У Фнатик, Фура и Никс Но Фуру стали часто пикать Виртус Про Я, если честно, даже немного удивлен То, что и Эмпайр взяли Фуриона И банится Вивер Но моду на Вивера ввели Опять же, отчасти Виртус Про Отчасти Нави И вот сейчас его Стали даже банить Во всяком случае На этом Старладере Вивер очень часто заезжает в пик И Наэкс тоже Такой стал более популярный герой 10 секунд 5 секунд Магнуса забанили Ну, блин Его все-таки стоит забанить Хоть он и В принципе, сейчас не особо Вроде вписывается в пик Фнатик И учитывая то, что Фнатик Его сразу не взяли То, значит, и Скорее всего Им по сути Он и так не нужен Но все же Черт его знает Лучше обезопаситься Учеркивают Воида Имперцам не хватает Формилы У них есть Вроде как Мидер Бэтрайдер Я так понимаю Или Хардлайнер Бэтрайдер Фура Тут пока вот Опять же У Габлака А, Блава пикает А не Габлак Ну, не важно Какая разница Кто пикает Там они все равно Наверное, как-то Вместе Вот это, кстати, интересно А почему Блава сел на пик? Неужели у них там Какие-то разногласия? Я очень надеюсь Что все-таки Этих разногласий нет Иначе будет довольно печально Такое некое Взаимное недоверие Когда один человек Не доверяет другому Пик И так далее Это как-то Ну, не знаю Я лично считаю Что это хреново Особенно во время турнира Менять Это неправильно По ходу турнира Ну, посмотрим На результат Мы уже видели Не раз, как Блава Сидел на пике 10 секунд 5 секунд Ремейн Ну, что ж Последний бан Почти все Почти все свое резервное время Транжирит на этот бан Фнатик Очень жестко Очень жестко Призадумались Ну, Висп Каоснайт Лондруид Это герои Которые были В третьей игре Против Виртусов Висп Ой, Каоснайт И Лондруид Они были в пике Так, наговый Чёрки Вот Фнатик Такой Респект бан Респект бан Против Блавы Это довольно Удивительно Что они Прямо По той же Стратегии То есть Это Ну Эмпайр Видят А Эмпайр Знают Они видели Ну, должны были Пересмотреть игры Если они не смотрели А Скорее всего Даже смотрели И Должны понимать Что там Сейчас Что Что будет Какой стиль И Как вообще Все это будет Происходить То есть По идее Они должны Это как-то Контрить Уже Зная Два Два Формилы Будут В команде Фнатик Каоснайт С Виспом И Вот Лондруид Это очень Неприятная Штука И Каоснайт С Виспом Скорее всего Будут на Миде Либо Каоснайт С кем-то Другим Авист Потом В перспективе Будет С каоснайт Либо Имперцам Тоже Нужно Два Героя Которые Будут Неплох Хотя У них Фура Будет Раздавать Огого Мы видели Не раз Фуриона Дающего По щам И кстати Мы видим Сейчас Что в пике Есть Клинкс В пике Есть Клинкс Это на самом деле Очень сильный Ооо Они еще и Не Ну Фнатик Совсем Психи Фнатик Совсем Психи Они пытаются Вообще Взять От них Формил И Выиграть Доту Формилами То есть У них будет Лондруид Очень пассивный Герой По первой По первым Минутам Наекс И Каос Но вообще В целом Это не самые Пассивные Герои Но если их Сравнить Например С Воидом Или Каким Нибудь Антимагом То Наексу Не так Много Нужно Айтемов И Если Например Напасть На антимага Который Без айтемов Легко Убить Если Задизейблить Так же Как Например Этого Воида Тоже Легко Убить Если Дизейблить Не давать ему Таймволкнуться И так далее А вот Наекс Он еще сам Может дать Люлей У него Неплохой Дэмэдж Неплохой Атак Спид И так далее То есть В принципе Довольно Интересную Остроту Фнатик Решили Заюзать Три таких Довольно Неслабых Керри Героя Которые Даже Будучи По сути Без айтемов Дамажат Неслабо Пруда Вот Интересна Только Эта стратегия Как будет Работать Против То что Смогут Сделать Фнатик Джакира Вот так Ну что ж Бруда Фура Никс Патрайдер Пуш потенциал Довольно Хороший Но Последний Пик Расставит Все точки На дым Будет Ясно Что К чему Неслабо Так, тут на секунду Так, вина Ну что ж Ганг-банг-дота С Блавана Акаш Блавана Акаши Акаш через Мидас Акаша через Мидас Может быть все-таки я дожил До этого, когда Акаша Будет через Мидас И всякие там манты Линкины и прочие Шмотки и просто с руки Я что-то прям так обрадовался, но вообще не знаю Конечно вряд ли Такое мы увидим, но кто его знает Блава пошел на топ С кучей Айрон бренчей Хилочками и так далее Значит у нас Сайлент Лесной 5 Кларити Собрался Фармить лес Каблак На Никсе Скандал Батрайдер И Фаник Бруда Бруда, понимаете Бруда Фаник По-моему вообще На бруде Я его ни разу не видел И сейчас мы увидим Не знаю Как он отыграет на бруде Все-таки Игра Трикси 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 Лон Друид Эра Каос Найт Нотейл Висп Флай Джакира И Хани Найкс Да Ну Боже Вот Да Флай Майшникель Флай Майшникель Ну обычно до конца подписывал А тут что-то как-то просто Эф Ну это его дело Типа как Фаник Только Фаник тоже так по-моему Иногда подписывался Каос знает весь какой-то Боже Что с ним Конь огонь Заржавел Даже Повернуться нормально не может Довольно интересно конечно Что за Так Поменяли Эту анимацию Или это у меня Дота ТВ Просто такая веселая Так Ну что Против Фаник Здесь конечно же есть В центре И на лане И ему будет стоять Не так легко А вообще на него сейчас Прям могут напасть и убить Да На Фаника нападают За счет Пурманшилда В принципе Фаник Не планет Убить его Посмотрите Не получилось Нормально Продамажили Но убить не удалось Но в любом случае Еще раз подставится И там уже Левел будет побольше АСП Выкладывается Шадоустрайк Начинает очень неплохо Харасить Фурио прилетел Есть чем запереть Нет Нечем запереть С руки Ну нет Там можно самому ФБ отдать Да И Сайленд Посмотрите какой побитый Ландруид В глазочка Ухиливается Немного не хватило Реально немного Буквально там Одного удара Ну двух ударов Здесь на миде Тоже дабла Бэтрайдер С Никсом Против Кэлс Найта И Виспа И как мы видим Тут что как-то Бэтрайдер с Никсом Вообще С Экспой борода А здесь уже почти Третий Тут второй с половиной Каким таким образом Вышло Не ясно Но пока счет 0-0 Мне почему-то кажется Что вот на топе Либо на топе Либо снизу Будет Ферсблат Либо медведя убьют Либо Ах ты нет Все таки на миде Начинает драться Убивает габлака Ферсблат сделали На миде Скандал пытается Своим фаерфлайм Что-то прижечь Но он Дамажит Очень слабо И посмотри Идут дальше Эра идет до конца До Берлина Просто пошел Скандал его разводит Эра Ну в принципе Эра все Сейчас уже забьет С фаски отхилит Обалдеть 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 1-0 Габлак отъезжает Ну и опять Порция масел К сожалению На миде Ну я не знаю Если честно По моему Тут конечно Лайн Никс Плюс Бэтрайдер Причем Никс Который Без Импейла Я короче Не знаю Вообще Чем думал Габлак Когда не качал Импейл Но тогда Надо было Ману сжечь Чтобы не было Этой маны И вот снизу Убивают Делают Хил на бруде Я же говорил Либо снизу Либо сверху Но оказалось Что Снизу тоже сделали Да уж Игра пока У Эмпайр Не особо Ой Ой Должен Нет Не должен Живет Совсем мало Хп осталось Но все таки Осталось Плава Уже второй раз В шаге От Килыча Но к сожалению Не выходит Здесь считай На хардлайне Бруда 4 И 10 крипов Здесь 7 крипов И тоже 4 Но примерно Одинаково Только бруда Та уже один раз Фиданула И бруда Начинает мешать На эксу фармить И очень даже Неплохо Это делает Фаник Придется Джокира Опять вмешаться Сейчас уже даже Непонятно Кто кого убьет Сейчас фаник При хороших Раскладах Может даже Найкс Это Не дает фарм 16 крипов Перестал фармить Но на миди Зато все замечательно Уфнатик Вот опять Они понабрали Кучу керри героев Если Далайта Дотерпят То я не завидую Имперцам То есть Они должны Торопиться В этой игре По экспе То что Вот это жесткое Отставание Было Я не понял Откуда оно взялось И вот из-за этого Как раз таки Получилось убить Габлака Габлак должен был быть Тоже хотя бы Третьего левела А он второго У него тупо нет Импейлов Это вообще борода Пошел фармить лес Триксела Блаву оставили На полнейшем Фри фарме Ну что ж Зато у Блавы Будет куча Куча бабла У него уже тут Что-то Я так понимаю Должно появляться Ага Бултарисман Бутыль Снизу Фаника Просветили Брезами Задувает Заморозили Фаник Очень жестко Встрял Очень сильно Замедлял Но все-таки Замедление Закончилось Фаник живет Дасты кстати На нем По-прежнему Висят И это он Зря так Вот на Брезы Сейчас нарвется Это будет прикол Вансует Фаник Рядом Найкс Вижен Вижен Не Брезами Не попал Фаник Отошел Дрифт Подстанился Скандал Импейлы есть Да Импейлы есть Нужно станеть Двоих Нужно скандал Улетать Да Улетает Скандал В другую сторону С прутами Запер Сайленс Своего Чтобы они Вдруг и не достали Но неважно Все равно Этот скандал Живет Три секунды Станова Подтягивает Сюда Блава Прыгает Прямо на тизер Его подстанило Немного Добивают Все-таки С горем Пополам Каоснайд Отъезжает Акаша У Блавы Шансов Не было Корни Не повезло Что сказать А Трикси Ну Трикси Уже вне зоны опасности Тут нет маны Чтобы его убить Да и ХП тоже Что ж 3-2 Небольшой такой Выпад От Эмпайр К сожалению Блава не выжил Но хотя бы Убили Каоснайта Это тоже Немаловажно Этот товарищ Тут уже совсем Прям Наглел И как мы видим Тут даже Чакира Подтянулся Так что Все хорошо Наикс Уже не фармит 29 крипов У Наикса 27 у Фаника То есть Фаник Уже начинает Догонять даже Наикса Это очень серьезно Пришлось на базу Полететь Бэтрайдеру ХП слишком мало Бутыля Руну Судя по всему Не нашел Рифтует Сразу же Юсай 2 секунды Стана Убивает Акаша В ответ Шедоу страйк Давай давай Блава Второго тоже забирать Скрим Раз Иди сюда Родной Доблкил Браво Блава Все четко сделал Выждал Вот прямо Вот они знали Что сейчас Будет нападение На Никса В итоге Видите Вот четкий развод Байтанули Разменяли Двоих на одного Причем Вот тут пятый левел Да А здесь Четвертый И шестой Такая Причем он пятый Поднял судя по всему После того как Виспа убили Он получил даже Икс Пухани Продолжает фармить 39 грипов Держит первую строчку Ну не совсем далеко Ушел от всех остальных Потому что Все остальные Три строчки Занимает уже Эмпайр Здесь опять Начинается перепалка Но всего Одна секунда Скандалу повезло Если бы было Хотя бы две Я думаю Его бы забрали Пара тычек За это время Успели бы сделать Тычку Стрейф Тычку И всего там Этого похватило Убить Скандалу Повезло Повезло Скоро Киос Блот Будет уже Промакшен И там Там уже По любому Будет прилетать Минимум Две секунды Так же Да От двух Т четырех Ставл Андруида Паразит Контролит Руны Скандалу Ничего не достается Уже который раз Ему не везет Ага Блак Вот так вот Нагло Копает Киос Найта Чтоб тот не заскучал Пока все Неплохо Четыре четыре Правда Плохо О боже Вот это Брезами Он бабла поднял Жучками Паучками Лучше не фидить На X Девятьсотен Золото На Миде Опять Что-то 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 Готовится Блова Тут уже Прописался Дванул Талисмана Тапок Боттл Бловы Тоже конечно Шмотки Не самые Крутые Статистика Вроде Хорошая Но шматье Как-то Ну не знаю Как-то это Бомжово Все смотрится Зато Маны Дофига Зато И на Соник Вейв И на Скрим И на Все остальное Хватает Ого Какой Блова Хитрый Какую Формежку Разворачивает В лесу Никс на топе Блова В лесу Со Скримами Поднял Себе Кучу Золота Икспы И нормально Живет Что сейчас ПТ Можешь себе Какого-нибудь Доделать Да ПТ Сделал Тычка С руки У него Уже сотня Считай Атак Спит Приличный Нормально Найкс Поковылял ПТ И армлет Фаст Фаст армлет Так сказать Без Мидасов Уже который раз Мы видим Такого Найкса И в принципе Так Плова Пришел Но Найкса Убивать По-моему Плохая идея Ничего Не выйдет Джакира Можно Найкса Черт Ей Узнает Как его Убивать Но опять же Если нападут На Джакира То Найкс То стоять Смотреть Не будет Найкс Начнет Бить В ответ Не попадает Под паутиной Эти пауканы Очень быстрые Ботт Тапок Стики Что-то Конечно Скандалы Совсем Все печально Не так Себе Мне кажется Эмпайр Представляли Линию Эту Бутрайдера Прям совсем Все стремно Так На топе Что-то Готовится Габлак Уже Седьмого Подтягивается Блава Медведка Опасается Ну там Медведка Типа Опа Че Подставился Медведь Прыжок Шаттл Страйк Там Вообще Под Тауэром Это Делать Очень Останно Медведь Может Сожрать Под Тауэром Вообще Легко Тем более Что он Под Тру Формой Очень Много ХП Ооо, на скандалы опять напали Тут без вариантов он отъезжает От Веспа и Каос Найта Такого левела Каос Найта и Веспа вообще никак не уйти Тем более, что айтемы у него не совсем уж и хорошие Так, прилетает сюда Веспарь Проблемы очень жесткие 2 секунды стана, брезами задули И Фанник никуда не уйдет, конечно же Фанник отъезжает, Каос Найта делает килл Эти ребята сейчас обратно улетят к себе Да Вот так вот Опять побежали, скандал только пришел Сразу же с рифта выдают 4 секунды стана Ну боже, ну Ну что такое вообще Что это за анал карнавал такой Как вот детей убивают Шадоу страйк, тычка Ну и что, Эра уйдет Ему вот так нафидили сейчас, что вообще Снизу убил, на миде вначале убил, потом снизу убил Потом снова на миде убил Зачем вообще бить крипов? Забей Сейчас вот Прилетит бэтрайдер, сделаешь на нем килл Потом пойдешь снизу убьешь Прудов Чего уж там Так, каблак пошел искать Каблак нашел Тычка Стан Хорошо Ну и вроде как надо Ну боже, какой же он жирный Да какой же ты все-таки жирный медведь Айспэт не попадает Отмансовались ребята Но они стали бежать довольно не особо в хорошем направлении Габлак подрубает шипы Подстанились Габлак может быть даже уйдет У него есть 10 стиков Бежит, бежит Габлак до конца Заморозка не срабатывает Рубает стики Есть стан Юзай же стан Ай не успевает Рифтом и тизер застанил борода Рифт в кулдауне Две секунды успеет Нет, не успевает Да ты посмотри С какого рейнджа Он все-таки рифтанул Утягивает его Теперь скандал уже сам Но тут посмотрите На развороте Выдает 3 секунды стан Уезжает ультимейт Рифт И отъезжает скандал Ай-яй-яй И Блаву тоже начинает еще пилить Но Блавата с блинками Блавата уйдет Здесь еще один Нет, это не киллыч Это уже А, да, убили Виспа Точно, да Виспа убили Ну хотя бы что-то Хотя бы что-то забрали 9-6 Очень и очень нехорошо Но снизу Тавер отъехал Снизу Тавер отъехал Через ПТ Сулринг Есть штука 600 Не знаю что там Фаник Будет делать дальше Пока Б или Орчит Я вообще видел Бруду, которая делала там себе Мидас И потом Тупо фармила всю игру И превращалась в бешеного Керри А на самом деле В этой игре Бешеный бы Керри не помешал Уж точно Не помешал бы Там какую-нибудь Манту Баттерфляй Не знаю БКБ МКБ Это и дал Что-то типа того То есть Прямо чтоб Плотненько Прижигать с руки Что такое Пролаг небольшой На Дата ТВ Как обычно Так На Миде опять готовится Заварушка Эра далеко заходит Эра слишком далеко заходит И его за это наказывают Ну видать Опять напал на Батрайдера А тут его цепанул ультой 9-7 Сбили стрик Этому товарищу Так Хани под инвизом Дасты есть Да Вязается дасты Замедлили Заморозили Проблемы еще есть Брезы конечно убивает Конечно же убивает Он не ульту Ничего не пожалел Бруда такой герой Что на нее жалеть В принципе Ничего не стоит Что ж Кроме того Что сломали Понимаете Вот начали играть Эмпайр По Какой-то непонятной Ну то есть Они играют так Как не играет Обычно Эмпайр Какая-то Бруда Ну не играет Фаник Брудой Ну что Он не играет Брудой Это не его герой Он Ну может быть Это его герой Если он будет играть На ней Много Он если вообще не играет Этому персонажу То нахрена его пикать Фаник играет Дарксиром Фаник играет Клинксом Фаник там играет Не знаю Виспом Ну блин Точно не Брудой Не знаю почему Решили так сыграть Ну ничего Это первая игра В принципе пока еще Ничего не ясно Но пока все Складывается Именно В лучшую сторону Для Фнатик Ну блин По золоту Вы посмотрите Эмпайр впереди Как вот не странно По экспе Они тоже Небольшое преимущество Но имеют Но все же В целом Все довольно странно В целом Все довольно странно Если честно Я даже Как-то Не понимаю Каким образом Они еще побеждают Из-за того что Наверное Тауров поломали Две штуки Видать из-за этого По экономике То и впереди Вот у Фнатик пока Проблемы с этим Вот когда они играли Против виртусов Они примерно То же самое Пикнули И там игра Примерно так и шла Фнатик выигрывали По киллам Счет у них был В их пользу Но По экономике Лидировали Виртуса Некоторое время А потом Фнатик уже окрепли И начали ломать ТВР И тогда уже Экономика Порушилась И тут походу Все идет Именно к этому Армлет ПТ Штука 600 золота Наикс Очень плотный Мерзотный герой Что-то с ним Нужно делать Нужно как-то Пикать Просто Просто Пикать Против такого Тоже брать Что-то подобное Тоже брать Что-то подобное Ух ты Ух ты Блава Какой рисковый Это Ооо Сюда прилетают Висп Скайус На этом Очень жесткие Проблемы У Трикси Но Трикси Выживает У 2 секунды Стана Отъезжает Блава Умирает Все-таки Трикси Убьют Сайлента Сайлент Успеет Спрятал себя Скролл Давай-давай-давай Родной Да Улетает Все хорошо А тут еще Габлат Что ты на него нападаешь Что он от него хочет А Блава уже рядом Блава прилетел Скрим Соник Вейв Нужно юзать Быстрее Пока эти клоны Да Хорошо Клонов убили И Каус Найта Тоже сносят Все отлично Разобрались Каус Найт Еще ульту потратил Все отлично И сразу же Принимается За пуш Таура Блава байбэкнулся Не просто так Снизу Тут тоже идет Довольно обильный Пуш Т2 Тауэр Тоже проседает Но Тут как бы Бруда И Фаник Просто так Тауэр свой не отдаст А здесь Вы посмотрите Они заходят на Т3 Ого Они заходят на Т3 На Кураже Пока пацаны идет Ломаем Ломаем пока идет Все на базу Мека Мидас ПТ Сайлент В этой игре должен царить Штука 900 Его очередь Так сказать Царить У него 3-0 У него Все замечательно Давай Сайлент Тащи Мидасиан Сейчас откатит О Отлично Там Хекс Не знаю Что он там Будет фармить Ну короче Денежка будет На любой Его каприз Что то по моему Ультиматорб Купил Продал Наверное Пока в магазе Хочет пойти Купить Ультиматорб Да Наверное Именно так Думайте По курьерам Чтоб не таскать Не занимать Курьера В магазе Купил Да Прям читаю Читаю Сайлента Потому что Я тоже Профессиональный Дотер Почти Недоделанный Профессиональный Дотер Что это такое Выложил Сентри А это Нет Что то странно Короче У него Слота не было Подцентричники У этого Дасты есть Их даст И сентри На все случаи жизни Что то Это кстати Тоже очень Важно С экономической Точки зрения Так Куда Кто Куда По моему Улетели Эти товарищи Да Прилетели Они на Бруду Фаник Получает По голове Фаник Сразу же Просто был Стерт Тут даже Ульту не пожалел Каос Найт Как не странно Тупо не пожалел Так вот По поводу Дастов И сентрей То есть Эти даст И сентри Дасты Там почти Две сотни Сентри Две сотни Опять нападает Ну боже Ты мой Блаву как быстро Стирают Просто в секунду Блава ничего Даже сделать Не спит Герой у которого Есть блин Казалось бы Должен жить Но нет Тизер плюс рифт Делают чудеса Превращают Акашу В кусок Мяса Которого Можно просто взять И скушать Не поперхнувшись Таше Таше Рошан Они вообще Никогда не контролят Если сейчас Вот посмотрите Даже ворда Нет То есть Это вот Против виртусов Фнатик Отдавали Всех рошанов Если сейчас Прилетит сюда Фура С тринтами Или пешочком Мне поставили Все таки Собаки Вордец Но под смоками Зайти Не знаю Короче Рошана Они могут Забрать Рифт О боже Облака Сносят Вот оно Вот оно Ровно Все там Так они Сносят Всех Блава Пытается Хекс Себе Доделать Фаник С этим Огрклабом У него На 16 Минуте Вот Были Айтемы Вот эти И там Сколько Это золота И до сих Пор Прошло Уже 6 минут Так Ничего И не прибавилось Почти 7 минут Эти Злые Додеры Фармят Лес Вот в это Время Можно было Прошана Запилить Да уж Да Да Смотришь На этом И понимаешь Что тут Все очень И очень Печально Только У Салента Все пока Хорошо Но Опять же У Виртусов Была примерно Та же Ситуация И почему То Фура Фура Он не тащит Ну может Айтем Айтем Билд Не тот Все таки Они вспомнили Все таки Они тоже Ну там Сейчас Тауэр На топе Будет падать А Эмпайер Будет ломать Рошану Лицо Ну короче Я считаю Что Этем Билд Фуриону Нужно Как-то Делать Другой Что-то Типа Не знаю Дагона Промакшен Этернала Покупать Потому что Если получится Заюзать Да Например Две кнопки На какого Ну хотя Опять же Ну на Найкс Если Успеют Заюзать Эти две Кнопки Его уж Порвет Как говно У него Шкп Это не так Много Не знаю Короче Какой Этем Билд Я не знаю Но что-то Нужно Менять Потому что Вот это Просто Хекс Мека Мека И мунтона Вообще Никуда Не усралась Это Мека То есть Нужно Быть Каким-то Формилы Убиватором Только Как Через Что Потому что Против Найкса Не попрешь Какие бы у тебя Атемы не были У Фуриона Найкс Тебя все равно Съест Если доберется Хекс Само собой Нужен Хекс Обязательно Что дальше Непонятно Причем И Каос Найт И Найкс И Медведь Все Медведь С Радиком Каос Найт Имеет Уже Он почти БКБ Да ПТ Барабаны И Найкс Дизолятор Армлет ПТ Три Жесточайших Кероя Которых Нужно Контрить Которые Выдают Бешеный ДПС При этом Есть Висп Который Бафает Нереально Жестко И его Тоже Надо Как-то Быстро Вырезать И Джакира Который Раздает Неслабый Мэджик Дэмэдж Все Это Вместе Превращается В Мега Мерзотную Штуку Которую Контрить Ну Могут Они Убить Найкса Как-то Пофасту Попытаться Кэлс Найта Или Медведя Но Троих Не получится Никак Не хватит Тупо Дэмэджа И Дисейбла Каким Образом Эмпайр Будут Это Вообще Реализовывать Я не знаю Какой-то Сплит Куш Хитрый Растягивать Игру Как-то По карте Их Растягивать Но Если Вирту Сайта Не смогли Сделать Имея В своем Активе Тинкера Довольно Неплохого И фуру То Я не знаю Тут нет Тинкера Тут только Фура Обычно Тинкеры Фуры Из базы Вообще Не выпускают Один Фура Я думаю Не сможет Так Сделать Самое Интересное Что Фнатик Особо И не Торопятся Они Сейчас Будут Фармить 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 У них Каос Найт Может Еще Тарас Заварить Армлет Заварить Быть Просто Мега Жирной Свинотой И убивать Вообще Все Что Шевелится Тупо Клонами На Аксу Там Еще Фармить Всегда Есть Куда Лундруиду Кирасу Какую То Сделать И они Как бы Не особо Парятся Под Смоками Квина Делает Хекс Отлично 25 Минут Икры Хекс ПТ Ну Как бы Хорошо Как бы Хорошо Просто Они Жирные Но Захексишь Ты Медведя Все равно Его Не Убьешь Быстро Вот Это Вот Посмотри Что Да Вот Просто Посмотри Ты Просто Посмотри На Это Это Смешно Медведь Чуть Не Убил Медведя Урона Более Сотни И Жжет Еще Радианс Это Ужас 45 Дем Дж Что Ему Может Сделать Бедная Бедная Акаша У Который Сотня ХП 1100 ХП Он За удар Ей 10% ХП Сносит Если Не Больше Плюс Радианс Учитывать Как Жжет А Если Какой Майкс Доберется Ладно Ждем Ждем Майкс Лол Курьера Просрали Так Стоп А почему Показывает Что они Его Не Просрали А Лол Вот Да Вот Здесь Курьера Просрали Интересно Что Он Там Делал Этот Курьер Вопрос Так Нападает Эмпайр Пытается Быстро Отжать Каос Найт И вы Посмотрите У них Ведь Это Получается Сделать Он Не Успевает Ничего Практически Прокастовать Отъезжает Ой Боже Как Быстро Снесли Как Быстро Снесли Габлака Пошли Дальше Блава Саегисом Блава Еле Живой Блава Уходит 40 КП Отхиливается С Путыля Один В Один Разменяли Надблинковывается Ну и Типа Ну Размен Неплохой В принципе Для Эмпайр По идее Это Неплохой Размен Но Все Ух ты Ничего Себе Регенерация Обалдеть Как Повезло Ну Тот Факт Что Блава Почти Умер За Одну Секунду Просто Одна Секунда И Блава Почти Умер Это Конечно Не Особо Радует Так Запрыгивает Скандал Разнесли Одного Отсюда Как-то Да Хорошо Хорошо Что Замедлили Не Скандал Я Не Знаю Затупил Здесь Конечно На Ханни Вместо То Что Замедлить Бэтрайдера И Убить Попытались Убить Вот Теперь За Бэтрайдером Выехали Риф Тизер Станет Еще Четыре Секунды Стана Это Приговор Юзает БКБ Сейчас Будет Снова Риф Но Там Улетает Отсюда Да Улетает Висп Снизу Фаник Время Недаром Не теряет При первой Возможности Начинает Пушить Вот Вновь Пришлось Отступить Оу А у Фаник Это Все Хорошо У него БКБ ПТ И Четыре И вот Сейчас У него Реально Все Хорошо До Этого Конечно Все Было Довольно Скромно Сейчас Чего Уже Себе Упаковал Довольно Продолжение следует... Боже мой. Боже мой. Боже мой. Скандал вынужден тратить ульту. Тупо вынужден тратить ульту на Медведя. В итоге сгорает от Радианса. Замес здесь не заканчивается. Отъезжает Джакира. Цепляют Сайлента. Сайлент очень жестко проседает. Минус Сайлент мгновенно. Соник Вэйф ничего не дамажит. Один под Рейджом, другой под БКБ. Вынужден отступать здесь Блава. Два Байбэка от Эмпайр. Умирает Габлак. Скандал тоже скорее всего отъедет. Минус Скандал. Блаву цепляет. Блинком успевает уйти. Но что толку? Все поумирали. Куча Байбэков, а никакой пользы с этих Байбэков. Фурион сделал себе Кристалис. И опять же, что толку? Бруда снизу, ну Т3, да, Т3 пострадала неплохо. Ну да, единственное радует то, что есть Бруда. То, что Фаник нормально, нормально пушит. У него Баттерфляй. Ой, хорошо, хорошо, Фаник. Череда Байбэка все-таки была сделана не впустую. Ой, блин, капец. Вот так же просто сложно понять. Ну а почему он не... О, блин, капец. Медведи вытаскивают опять. Ой, сюда еще прилетают с тизера, цепляют, просто мгновенно сносят. Что-то как-то подлагивает, кстати, Дота ТВ. Что-то как-то Дота ТВ подлагивает. Что-то как-то, например, Дота ТВ- На Рошана опять Да, Эмпайр решили по таймингу Опять забить Рошана Это каждый раз Проблема Фнатик состоит в том, что они вообще не контролят Рошана Они без причины отдают Рошана всем Виртуса убивали всех Рошанов Вообще всех почти Эмпайр сейчас убивают Почему они так делают Я понять не могу Но так происходит Медведь в этот раз все таки пришел поконтролить Рошана А Эмпайр вынуждены отступить А Рошанта здесь посмотрите какой сладкий Медведик получится забить Да, опять все пролагивает Ужасно жестко Дота ТВ лагает Я не знаю, это не мой стрим, не мой интернет Это что-то с Дота ТВ невероятно неприятное Никс отъезжает Еще и Блава отъезжает О господи, как, да боже, хватит Ну что ты делаешь Ха-ха-ха, прекрати Фаник Боже, Фаник умирает У него паттер Все дела Вообще непонятно, что произошло Может надо в Дота ТВ перезайти Сколько народу смотрит Неужели столько много, что Аж Дота ТВ взрывается Кстати, с Дота ТВ стрим пропал Ха-ха Может они ГГ написали Уже Что происходит Ребят Уфка, кто с Дота ТВ смотрит у вас так же? О боже О боже У вас нормально Типа работает Да ладно А с чего у меня тогда лагает Такая у меня даже теперь не видно А, во, нет, появилась Короче, непонятная штука О, раздуплилась Нет, не раздуплилась Точно не ясно А при чем здесь мой комп? Что за херню вы несете? При чем тут вообще мой комп? У нас там полностью нормально Я здесь не вижу шансов Фнатик выигрывают По всем параметрам И они уже выигрывают Не первый гейм Таким макаром Не знаю Если Эмпайр Не будут реагировать Так же как и Виртус Про Будут играть В Доту Как будто бы ничего не происходит Не будут адаптироваться Под стиль игры Своих оппонентов То они опять сольют Да, они тоже точнее сольют Как и Виртус Про Опа Встретили друг друга Бруда врубает БКБ Начинает раздамаживать Какие-то непонятные лаги Трикси еле живой Отъезжает Габлак Побежали бить Флаймой Шникеля Шникель живет Шникель все-таки тоже отъехал Три в один размен Сейчас еще Пару человек, я так понимаю Отъедет Блава пытается утянуть За собой подальше Чтобы им не сломали трон Боже, ну что за говно Фак Но фура там не бэкдорит У фуры Дейдалус Он не бэкдорит Линия Но фура может Да, ГГВП Пишет скандал Все-таки А также Продолжение следует...